В больнице Копейска выясняют, как вышло, что из окна третьего этажа выпала пациентка. Бабушка лежала в палате со сломанной рукой, но после обеда ее нашли мертвой под окнами медучреждения. Что случилось в отделении травматологии, попытался выяснить наш корреспондент. Светлана Арсланова, внучка погибшей, показывает свидетельство о смерти. По заключению экспертов, 96-летняя бабушка скончалась от болевого шока и множественных переломов ребер. Она лежала в больнице со сломанной рукой в общей палате. Странность в том, что выпала пенсионерка из окна совсем другого кабинета. Максимум, по их словам, за ней никто не смотрел где-то полчаса. Без 22 они ее накормили обедом, причем кормили с ложечки. Потом, когда зашли в палату, бабушка не оказалась в палате. Они ее кинулись искать, а потом увидели, что она лежит. У Светланы до сих пор очень много вопросов ко врачам. Почему ее перевели из общей палаты и следил ли за ней кто-то? Со слов Светланы врачи объяснили ей, что после обеда ее якобы закрыли одну, потому что она мешала отдыхать другим пациентам. По словам заведующего, отделением ее перевели медсестры в палату. Это даже не палата, тут даже нет номера палаты. Он сказал, между 19 и 20. Нужно залезть на стул взять и потом залезть на подоконник. И нужно опереться. Как бабушка со сломанной рукой смогла сделать это? Вот то самое место, где старушку обнаружили мертвой. Следов насильственной смерти на теле бабушки найдено не было. Я пока никаких комментариев вам не дам. Почему? Ну, есть причины. Какие причины? Мы проводим свое расследование. Пока мы не закончим, ничего говорить не будем. Мы и проводим, и так проводим. Никаких комментариев без комментариев. Близкие предполагают, их бабушка могла бы остаться в живых, если бы находилась в общей палате. Впрочем, ответы на свой вопрос родственники намерены получить через прокуратуру. На больницу и медиков они собираются подать заявление.